Мы потеряли с ними связь 23 марта в 16.00 он написал последнюю смс своей сестре родной о том, что с ними все хорошо, но телефоны будут отключены. Они уже тогда находились в плену. Речь идет о моей второй семье. Это Сухенко Ольга Петровна, Сухенко Игорь Васильевич и Сухенко Александр. Это мой молодой человек. Его родители, мама являются уже очень долгие годы старостой села Матышин в Киевской области. За день до того, как я узнала, нам сказали, что российская сторона подтвердила их семью, то есть Сухенко Игоря, Ольгу и Александра подтвердили в списках на обмен. То есть это должно было быть на каком-то официальном уровне. Я узнала это не самым лучшим образом. Мне написали просто со словами соболезнования, что вот так получилось, типа нам очень жаль. Я, конечно же, вообще не поняла, что происходит, о ком идет речь, как будто это все не со мной происходит. Я в эту же минуту набрала сестру Сашину. Она мне просто сказала три слова, Даш, их нашли. Что я чувствовала в тот момент? Наверное, какую-то жуткую несправедливость и обрушение всех моих надежд, потому что, ну, действительно, все очень старались, как нам говорили, что их искали. И вот такая вот новость. Для меня это было, мягко говоря, шоком, потрясением каким-то. И как будто, ну, обрушился мир, в котором я жила до этого. Но вечером, в этот же день, разлетелось фото, которое уже везде есть. Это фото братской могилы села Матышин. И когда я увидела это фото, мне хватило доли секунды, чтобы увидеть там своего Сашу и маму Саши, Ольгу. Мне кажется, эта фотография, она всю жизнь запечатлится. Это, как бы я не хотела ее забыть. Это был прекрасный человек, добрый, конечно, светлый, настолько честный и преданный, что, вот, мне кажется, такие люди, это и есть воплощение всей нашей страны Украины. Он был очень спортивный человек, футболист. Он играл во второй лиге Украины, во многих других командах. Вообще, в принципе, его папа. В Матышине была такая команда «Колос», он был как директором ее. Мама – это очень уважаемый человек, добрый, светлый. Когда мы прощались, она положила мне в мой рюкзак варенье, ну, какие-то продукты. Папа до последнего говорил, что все будет хорошо, всегда был на позитиве, он никогда не унывал. Эта семья достойна наград, но никак не плена и не вот такого конца, который мы сейчас все наблюдаем. Субтитры создавал DimaTorzok